доброго всем времени суток уважаемые подписчики канала тв маэстро здравствуйте дорогие гости подписывайтесь на канал не проходите мимо ставьте лайкосики пишите комментарии друзья ну и вот я продолжаю свое свое как это называется хобби хобби походы коп металлоискателем макро мульти круизер такой металлоискатель лопатка и я вот решил зайду в любой попавшийся лес что можно ходить же искатели по лесам что можно в близ деревни найти в лесу я думаю здесь сигналов будет поменьше не как на заброшенных домах звенит все подряд вот такой лесочек даже есть папоротник девчонки кому интересно как он цветет приходите ко мне сходим я покажу цветение папоротника ежиная шипит какие злые ежики в липецке ежик ты чего такой злой пыль в липецке да беги ебки муси летают вокруг него что вьются ладно не будем мешать ну и так поехали включаем ваш аппарат чудо 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 техники двадцать первого века посмотрим что он нам так поставим пока на все металлы будет он пищателем минерализацию почвы показывает двоечка сигнал слабенький ладно пока оставим но если вообще ничего не будет вернемся и к тому пора уже копать интересно что это у нас будет запомнили место для рядом с папоротником есть сигнал сейчас копнем так ну вот я выкопал ямку там его уже нет где-то он в кучечке спаищем что тут у нас такое перчатки взял опять но не пользуюсь перчатками ничего не пищит а пищало сверху что-то железячка отвалялась я не увидел теперь не найдешь что же это такое перестала пищать нет я думал фольга не фольга ёпта да где что есть какой-то маленький гвоздик обломок от гвозда но и тельмоптель как 50 большие объекты 70 поэтому не будем отвлекаться на такие маленькие так вот откопал фрагменты ну я так понял это была крышка крышка от кастрюли а возможно и от чугуна где лежат монеты сейчас посмотрим пиликает дальше или нет так что тут у нас пиликает ну остальные кусочки сейчас откопаю друзья ну ходила ходил ничего интересного как бы наверное все таки сюда выносят мусор близ лежащие дома за мусорку не хотят платить ну вот подальше отошел и смотрите колючая проволока колючая проволока значит это уже эхо войны откуда здесь еще в лесу может взяться колючая проволока если не с войны или я ошибаюсь так ну такой вот там где-то сколько он бил у меня 55 55 сигнал вот это друзья пробочка от водочки московская область что там еще спец что написано кто помнит от водки без козырка или как она называлась водочка друзья ну вот это какой-то другой сигнал у меня такой четкий прям 80 85 83 85 и цветной металл я не знаю что это такое вот я предполагаю 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 даже не знаю чуть от кровати может быть от кровати помните старые кровати были со всякими этими наворотами трубками и вот такими штучками но они были стальные а это вроде сейчас я поцарапаю посмотрю по моему этот цветной металл бронза и тяжеленькая такая штучка латунь бронза что-то такое ну не знаю я поцарапал она такая металлический блеск стальной блеск не знаю может быть нержавейка из нержавейки что это такое какие предположения это вот не прогнившие а естественное отверстие я вот предполагал что это от кровати и тут какая-нибудь трубочка вставлялась дальше кровать шла помню такие у бабушки стояли ну они в принципе легкие были а это прям такая тяжеленькая увесистая штучка не знаю что это такое короче забрел я чаще 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 и главное дело под деревом под здоровенным деревом прям вот замурлыкал у меня мой металлоискатель ну тут вот поинтереснее находочки как-то нашел какой-то берет хорошо аппарат куда я его делал не знаю а вот здесь выкопал такую штуку друзья такую штуку раздавил я ее я предполагаю что это зажигалка военная зажигалка кто если видел такую блин фокус кто если такую видел ну мне кажется да здесь будет кремушек колечко она уже пришла в негодность найти такие штучки которые можно восстановить но это уже не восстановишь я думал из гильзы ну нет металлическая заводская поэтому наверняка может быть даже и немецкая друзья кто занимается копом кто видел подобные зажигалки напишите в комментариях зажигалка это или что-то все-таки иное ну здесь ничего нету здесь какая-то видимо засовывался вот этот войлок или что-то наливался бензин и закрывалась крышечка а сверху вот тяжеленькая такая штучка похожа вот на зажигалку так вот друзья такой вот лес вот такую вот хрень обнаружил это обод от деревянного колеса я так предполагаю обод от деревянного колеса больше от бочки но с болтами не может быть так вот они на одинаковом расстоянии чик-чик были прикручены такой вот такой вот лес можно и по металлу здесь походить в москве он нафиг не нужен это так в деревне там хотя она вот весит довольно таки немало я не знаю 7 этот диск весит так погнали дальше блять ребята эмоции эмоции редко такое случается по лесу просто брожу откуда блин вот объясните мне принцип я пошел просто думаю пойду покурю и на всякий случай возьму с собой металлоискатель звенит 83 четкий сигнал под деревом под корешком под маленьким вот она монетка еще не смотрел какая но уже вижу что хорошая уже вижу что интересное друзья как-то надо на лопатку фокус сделать фокус не получается у меня настраивать фокус кто это у нас кто это у нас друзья это 3 копейки 3 копейки ну что цари это точно а вот кто будем посмотреть сохранить не очень ходячка вот но все таки все таки друзья это 3 копейки 1900 какой тут не вижу 1905 год или 3 1903 или 5 ну не суть важно почистим разберемся дальше вот это кайф или это 3 копейки 3 копейки блин ну кайф сейчас покопаюсь здесь да 1905 год 1905 год 3 копейки офигенная находка просто офигенная и сейчас рядом может быть часто бывает что рассыпуха из кармана высыпается две-три монетки сейчас мы позвоним блин ну как они красиво свистят эти монетки вообще друзья вот просто иду в том месте где ту нашел вокруг прошарился ископал блин на 2 метра ни хрена ничего вот отошел далеко довольно таки довольно таки далеко ушел опять пик 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 искал искал ее вот оно я вижу что это 5 копеек друзья и наверное 5 копеек ранний совет блин нет не ранний совет это друзья 5 копеек сорок шестой год комары меня съели 5 копеек сорок шестого года сохран довольно приличный вот вот где надо ковырять ебки а мы по пляжам ходим просто друзья тупо зашел в лес где-то в середине леса валяется маленькая монетка и я ее нашел как так вообще ну думал если честно что-то так как-то ищет непонятно я думал какая-нибудь фольга и долго долго искал ее не мог найти но нашел вот сейчас опять у меня на полчаса тут в округе пошарить копаем короче дальше друзья не знаю вот нашел короче серебряная не серебряная чешуйка не чешуйка вот ну кто не знает объясню что чешуйки были такие денежные знаки вот 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 она такой сигнальчик не знаю чешуйка не чешуйка вот она короче с ноготок с ноготок такой вот формы не знаю заберу рассказывайте недалеко кстати где вот нашел этот пятак сорок шестого года буквально через полтора метра чешуйка это представляете насколько точно определяет и вот рядом какой-то еще сигнал сейчас капнем скорее всего фольга 19 бьет так ну и очень какой-то странный странное сочетание сорок шестой год тут чешуйка не чешуйка не знаю ну и вот 2 рубля современных современных год не вижу но увижу что наша ходячка забираем и сейчас так интересно мак 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 роем дальше так ну вырвал я вон там вот она в этой кучечке 50 вроде бы металл я никак не могу освоить эти звуки сейчас вместе с вами найдем что это 2 рубля я прям оказывается очень тяжело заметить их в земле 2 рубля я еле нашел вот что тут пищит хрен его знает это знаете пищит а вот она пробка пробка обычная пробка ну необычно какая он там алюминиевая так погнали дальше друзья ну вообще интересный сегодня коп значит чешуйка пятак трояк сейчас вот нашел смотрите гильзу гильза автоматная и обратите внимание она заплющена гильза на гильза заплющена и и болтаться не болтается но сейчас приду дома аккуратно открою возможно что то тоже интересно может быть просто так вот чисто случайно она так заплющилась а может быть и не чисто случайно автоматная автоматная гильза забираем дома сейчас проверим ну уже все я выдвигаюсь домой я думаю хватит ну прям радостные радостные денек цари советы чешуйка по моему друзья сейчас я еще раз все помою положу на что то такое чтобы сфокусировать и пишите комментарии по вашему что это может быть вот такой вот лес интересно это чисто случайные находки чисто случайные потеряшки вообще не пойму откуда тут что взялось и как бы на войну что-то похожее колючую проволоку я видел и вот гильзу я нашел и царскую монету нашел и советы сорок шестого года нашел и чешуйка ну вообще прям великолепный коп сегодня получился не зря я вышел и недалеко от дома буквально пару километров пешком но по дороге еще вот вот чисто на дороге вот какую-то нашел тропинку уже так подзаблудился иду вот на шум машин вот и чисто вот на дороге нашел эту гильзу комары съели всего есть хочу пить хочу вода есть но лень снимать рюкзак попить это вообще ужас азарт какой разыгрался у меня с этим искателем ладно друзья идем дальше друзья ну вот я уже дома так помыл руки немножко помыл монетки немножко помыл монетки так и вообще их перестало быть видно да не фокусируется пять копеек очень хорошо отмылось здесь как бы положить так на чем на белом да здесь лучше будет видно это вот моя коллекция от пистолета и от автомата капсула времени вот но скрытие капсулы времени может быть это какое-то послание с войны не знаю почему так оно заплющено вот смотрите открывать будем в другом видео разделим видосик немножко чтобы было интересней вот так вот такие вот монетки 3 копейки 905 год кстати цена ее в зависимости от состояния я посмотрел до 14 тысяч рублей вот этой монетки но у меня состояние очень плохое вот аверс у нее реверс аверс у нее с другой стороны короче тут она под износилась подустала как говорят копатели вот СССР монетка 5 копеек 46 года в хорошем в отличном состоянии можно сказать в хорошем состоянии но цена ее не но а вообще цена ее где-то до 500 рублей в зависимости от сохран и 2 рубля современные вот они отправляем в коллекцию и у меня коллекции я еще не выкладывал ну вот что я буквально за 3-4 копа нарыл подписчики говорят что это прям успех успех прям успех прям успех где-то у меня еще тут царская монетка была а в деревне я ее нашел да какая-то там по-моему 2 копейки что ли вот вот такой коп друзья огромное спасибо вам за просмотр вот патрончик гильзы будем открывать в другом видео смотрите обязательно спасибо вам огромное за просмотр жду ваших лайков жду комментариев в видосе огромное спасибо